Отделка дома металлическим сайдингом под бревно. Часто его еще называют блокхаус, цвет сосна. Давайте посмотрим этот фасад. Что мы сделали, сколько это стоило, какую использовали под систему и какие особенности нужно учесть при отделке дома металлическим сайдингом. Начнем с самого основного. Это дом из газобетона и обшит металлосайдингом от завода металлпрофиль. Цвет сосна матовая. Металлический сайдинг хорош тем, что его можно нарезать по необходимым размерам. Для этого дома было нарезано 36 разных размеров. Еще раз повторюсь, 36 различных размеров сайдинга от полуметра до пяти с половиной метров. И благодаря этому от сайдинга было очень малое количество обрезков. Цена такого сайдинга без учета комплектующих 715 рублей. Это сайдинг Woodstock 0,5 толщина в покрытии Eco Steel. То есть хорошее полимерное покрытие на сайдинге. Но с учетом всех комплектующих, стыковочных планок, углов, отделки окон прибавляйте к этой цене еще где-то 15-30%. Вообще отделка таким сайдингом находится примерно где-то в средней ценовой категории. Можно взять подороже, например, фасадные панели. Или наоборот сэкономить и взять подешевле виниловый сайдинг. Но о вкусах не спорят. Тут уже кому какой нравится. На тему выбора отделочных материалов для дома и их инструкции монтажа у нас очень много видео на канале, поэтому обязательно на него подпишитесь. Мы на этом объекте работы уже закончили. Здесь в будущем еще будет заливаться отмостка и устанавливаться отделочные материалы на цоколь. Под сайдингом находится базальтовый утеплитель в один слой. Его цена приблизительно 225 рублей за квадратный метр. Цоколь, скорее всего, будет утеплен экструдированным пенополистиролом. Его цена в среднем 325 рублей за квадратный метр. Какого производителя металлосайдинга мы посоветуем? Часто спрашивают наши подписчики. Мы очень давно работаем с заводом Металлпрофиль. Этот сайдинг с этого же завода. Про других производителей не могу сказать ничего хорошего и ничего плохого, так как с ними не работал. Вообще, скорее всего, крупные заводы, которые работают по всей России, производят качественную продукцию, потому что репутация для таких компаний очень важна. Маленькие компании могут производить некачественную продукцию, но, опять же, раз на раз не приходится. Однажды я даже видел, что геометрия у одного изделия, то есть, допустим, сначала планка сайдинга имеет стандартную ширину, а уже с другой стороны другую ее геометрию немного больше. То есть, смонтировать такой сайдинг правильно будет вообще невозможно. Что касается завода Металлпрофиль, то, как я уже сказал, мы с ними работаем не один год и примерно на тысячу проданных заказов, ну, подозрение может вызвать где-то один из них. Но в то же время, если вы соблюдаете инструкцию по монтажу и все гарантийные обязательства, то даже вот этот один из тысячи заказов его вам обязательно поменяет. Что касается дилеров, например, такие компании, как мы, мы продаем материалы напрямую с заводов и монтируем их. То есть, мы являемся официальными дилерами, и если вы обратитесь на завод и обратитесь в нашу компанию, то вы получите одинаковую цену. Мы можем даже поделиться с вами своей скидкой, вы купите дешевле, чем на заводе. Многие люди думают, что такие компании, которые занимаются продажей строительных материалов, просто спекулируют на строительном рынке, но на самом деле это не так. Углы и стыковочные элементы выполняли сложными планками. Как вы уже знаете, сложные элементы, это которые устанавливаются до монтажа сайдинга, крепятся, получается, под сайдингом, и после этого уже монтируется сайдинг. И весь крепеж на сложных элементах не видно, выглядит довольно красиво. Если вы будете делать простые элементы, то они уже устанавливаются после монтажа сайдинга, и здесь у вас будут саморезы. На этот дом использовали металлическую подсистему для сайдинга. Мы в данный момент как раз описываем инструкцию по монтажу сайдинга с использованием металлической системы, поэтому если вам в будущем предстоит монтировать сайдинг своими руками, то обязательно подписывайтесь. Что можно сказать по этому поводу? Здесь обратите внимание, что профиль смонтирован не до самой земли. Это нужно для того, чтобы пучения грунта не смогли повредить вашу систему. Сейчас уже у нас июнь, земля уже поднялась, и здесь остается небольшое расстояние. Здесь, когда будет выполнена отмостка, будет утепление экструдированным пенополистиролом. Часто еще задают вопрос, какую использовать подсистему. Мы используем подвесы толщиной 0,9 мм и профиля 0,6 мм. Это хорошая подсистема, ее хватит надолго. Даже если заказчик через 10-20 лет захочет поменять свой фасад, достаточно будет просто снять старый сайдинг и смонтировать на него новый. К нам часто обращаются люди, у которых уже давно была установлена подсистема. Мы снимаем старый сайдинг, и если они делали из хороших профилей и надежных подвесов, и подсистема с утеплителем находится в хорошем состоянии, то мы просто снимаем сайдинг и монтируем сверху новый фасадный материал. И заказчику не приходится переплачивать за полностью новый монтаж. Однажды даже обратился человек, у него тоже была металлическая хорошая обрешетка. Он 7 лет назад смонтировал себе виниловый сайдинг дешевенький. Сейчас он уже выцвел, и ему захотелось новое. Он попросил нас снять этот сайдинг и смонтировать точно такой же, вот в таком же цветовом решении, сайдинг на свой фасад. И таким образом через 7 лет он освежил свой дом. Здесь можно сэкономить, использовать 0,5 профиля, но по большому счету на цену вашего заказа это не повлияет. Поэтому мы рекомендуем делать надежнее. Не рекомендую сильно экономить на подсистеме, потому что если брать совсем тоненькие профиля, подвесы, то в них даже саморез не держится, то есть они настолько тонкие. Поэтому подсистема это такой довольно важный момент, на который не рекомендуется экономить. Кидроветрозащитную мембрану для утеплителя использовали BigBand. Утеплитель обязательно закрывается гидроветрозащитной мембраной, чтобы защитить его от влаги, конденсата, который будет скапливаться под сайдингом. Вот посмотрите на фото, какой дом был до нашего монтажа и какой стал после. Конечно, это не настоящее бревно, а имитация, но на мой взгляд смотрится все равно очень красиво. За металлическим сайдингом не нужно ухаживать, например, как за бревном, постоянно его подкрашивать, обрабатывать пропитками и так далее. Подшивку карнизных свесов производили белыми металлическими софитами. Такие софиты имеют форму сайдинга Эльбрус, но на них есть специальная перфорация для создания вентиляции. Пластиковая водосточная система завода Дёки, цвет белый. Часто еще спрашивают, можно ли использовать пластиковую водосточку с металлическим фасадом. Да, конечно можно. И вот как это все аккуратненько выглядит. Еще такая особенность, про которую редко кто говорит. Когда будете монтировать металлический сайдинг, который имеет какие-либо рисунки, то желательно перемешивать несколько пачек. То есть взяли одну планку из одной пачки, другую планку из другой пачки. Это нужно для того, чтобы сучки у вас не повторялись в одном же месте. Если вы не перемешаете, то это будет неаккуратно смотреться. И вот сучки на фасаде у вас будут идти как бы в ряд. Это будет некрасиво. Также на кровлю смонтировали трубчатые снегозадержатели. Это лучшее, что есть на данный момент. К сожалению, снять у нас сейчас сверху не получится. Но в будущем, надеюсь, у нас появятся квадрокоптеры. Мы будем делать еще более красивые обзоры. Если вам интересна такая рубрика, то обязательно напишите нам об этом. Мы будем делать почаще. Запишем дома в эконом-варианте, в среднем варианте. Чтобы людям было проще определиться с тем, какой выбрать фасад. На фото, конечно, не всегда можно понять, как будет выглядеть дом. А на видео, мне кажется, что все очень наглядно видно. На этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравилась наша работа. Спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова